Модератор, не закрывай чат, главное. Роман, привет. Привет. Привет, Петр, Павлович, привет. Так, ну все отлично, у нас хорошо видно, слышно. Ребят, ну давайте перед началом нашего вебинара хотел поинтересоваться, как прошли ваши праздники, как вам лето, успели уже где-нибудь отдохнуть, если хорошо прошли праздники, давайте поставим, Ириша, привет огромное, очень рада вас всех видеть, давайте поставим десяточки, засыпем чат десятками, если выходные праздники прошли на высшем уровне, немножечко на отвлеченную тему, немножечко подготовимся. Огонь, супер. Класс, то есть все отдохнули хорошо и в принципе готовы к рабочим трудовым неделям. Супер. Ну и по нашей традиции, перед тем, как мы перейдем к делу, поставьте, пожалуйста, в чате, напишите, с какого вы города, для того, чтобы посмотреть. Вот у нас сейчас в данный момент 55 участников, и нам действительно было бы интересно посмотреть нашу географию. Это уже такая традиция устоявшаяся, которую мы не будем изменять. Я согласен. Москва, Сочи, Чита, Магнитогорск, Абакан, Улан-Удэ, вообще. В общем, вся Россия. Магнитогорск, Сибирь, Красноярск, отлично. Йошкарала. Всем вам огромный привет из Санкт-Петербурга. Из Германии. Круто. О, Пауэр, да, из Германии у нас. Отлично. Ну что, ребят, здорово. Смотрите, давайте вот немножечко скажу, какой сегодня формат нашего вебинара. В первую очередь, конечно, мы бы хотели рассказать по статистике за вот эти недолгие дни, которые прошли, начиная с 7 мая, 7 мая, это официальный день рождения компании BigSav. Вот, также расскажем вам про некие задачи, которые выполняются и будут отображены в рабочих кабинетах в самое ближайшее время. Ну и такой небольшой сюрприз сегодня прямо вас ожидает, но это в процессе нашего с вами общения, да, вы увидите своими глазами. Соответственно, сегодня, ребят, смотрите, конечно, мы бы больше хотели уделить внимание техническим вопросам, которые у вас накопились. Ну и, естественно, еще раз пройтись по маркетингу, но не так развернуто, как в прошлый раз, а именно чуть более сжатом формате. Наша сегодня задача – это статистика, список задач, новости, небольшой релиз определенного момента. Вот, поэтому давай начинать, Евгений, прошу. Давай, знаешь, как спросим, ребята, напишите, пожалуйста, вот что бы вам было сначала интересно. Мы можем сначала вам сказать такое предисловие по статистике, а потом начать такую сжаткую презентацию компании. Либо мы сначала сделаем презентацию, а в конце уже скажем статистику и пообщаемся по вопросам, которые у вас накопились. Выбирайте. Так, сейчас я отключу все. Так, статистика очень интересная. Так, по статистике, смотрите, как я и говорил, официальный день рождения – это 7 мая. Соответственно, в данный момент у нас количество зарегистрированных пользователей в системе 732 человека. Мы будем всегда вам открыто говорить, как есть, ничего не накручиваю, не подкручиваю. В то же самое ближайшее время с помощью нашей статистики вы сами уже сможете в режиме онлайн, что называется, следить за этими моментами. Соответственно, нас с вами уже 732 человека. Я считаю, это хорошее начало, это хороший темп, и дальше будет еще интересней, дальше будет еще больше людей, которые связали свою судьбу с нашей компанией. Следующий момент, смотрите, мы поработали не так много, но уже выведено 1,913 биткоина на сторонние кошельки. На сторонние кошельки, то есть люди заработали эти деньги и вывели, кто куда. Может быть, кто-то уже что-то потратил, какой-то подарочек себе сделал. Если говорить в рублях, то это 980 тысяч, 980 с половиной тысяч рублей. Почти миллион. Вот за такой короткий промежуток времени. Получается, 8 дней прошло, у нас 732 человека, почти миллион рублей выведено, и мне кажется, это достаточно... Да, 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 на самом деле динамика хорошая, и вот самое важное, мы чуть попозже ваше мнение тоже послушаем обязательно, но это еще не все. То есть выведено уже сумма 980 с половиной тысяч рублей и количество пользователей с балансами на кошельках 198 человек. То есть 198 человек еще дополнительно заработали, но не выводят. Может быть, копят, либо просто им нравится в BigSafe видеть сумму биткоинов. Соответственно, если все 198 человек сейчас поставят биткоины на вывод, то сумма эта увеличится в несколько раз. Поэтому, ребята, я вас от всей души поздравляю. Это действительно очень классная статистика. Вот. И по статистике пока что все. Напишите, пожалуйста, от 1 до 10, как вы считаете, насколько ли это здорово, насколько хорошо мы двигаемся. Десятки полетят. Да, мы тоже очень рады, на самом деле, по обратной связи. 18 тысяч, это у нас почти под 100 тысяч в день практически. Даже больше. Пользователи зарабатывают, да. Даже просто выводят, еще даже не зарабатывают. А давайте, давайте сделаем так. Вот у нас сейчас уже количество участников в комнате 75 человек. Поставьте, пожалуйста, семерку только тот человек, который уже вывел на сторонний кошелек, либо заработал, но еще не вывел семерочки. Я хочу посмотреть, сколько сейчас в чате присутствует людей, которые уже проверили на себе, как работает система. Они убедились, что это все функционирует ровно так, как мы это презентовали в прошлый раз. Так, еще бы посчитать. Оль, вот так, модератор. Супер. Я надеюсь, посчитает и скажет нам. Ну, достаточно, на самом деле, уже хорошая цифра получается. Супер. Для нас, на самом деле, это самый важный показатель. Это именно то, для чего все это делается. Для того, чтобы наши пользователи могли работать в маркетинге, могли зарабатывать деньги, беспрепятственно их выводить. Ну и, соответственно, пользоваться теми услугами и сервисами, которые мы вам уже озвучили. Сегодня мы уже чуть более подробно про них расскажем. И даже еще небольшую такую новость, скажем, интересную. Некоторые из наших участников не сидят на месте, а уже пользуются теми влагами, которые существуют на данный момент. Ну, чуть позже, не все сразу. Да, это точно. Так. Согласен, Ольга. Так, значит, давайте пройдемся. Бигсап. Что же такое Бигсап? Это онлайн-платформа для создания прибыльных источников дохода на основе партнерского маркетинга и постмайнинга. В первую очередь, да, мы заточены на то, чтобы помогать людям зарабатывать. И это не только то, на чем мы специализируемся. Мы хотим, чтобы люди делали жизнь свою качественней и, в принципе, учились постоянно и двигались вперед. То есть не просто, знаете, мы даем инструмент и делайте с ними, что хотите, а именно обучать людей, как пользоваться инструментом и чтобы всегда они чувствовали поддержку. Очень много интересного впереди нас ждет. Да, это расчетная единица, с которой мы работаем, в основной части, это биткоин. Я думаю, многие из вас знают, что такое биткоин, слышали, что такое биткоин. Прочувствовали на себе. Да, прочувствовали на себе, уже постоянно с ним работают, часть из вас. Кстати говоря, когда мы проводили свою первую презентацию, если мне не изменяет память, биткоин был в районе промежутки 300-3700. Вот так вот он плавал. И сейчас, ребята, биткоин уже подошел к таким хорошим значениям 8300. Да, 8300. Я помню на прошлой презентации кто-то писал, ха-ха, вы что, смеетесь? Да биткоин не поднимется выше 5. Я еще раз повторю, я глубоко убежден, что мы все с вами увидим сумасшедшие максимумы 50 и выше тысяч долларов. Но сейчас не об этом. Да, сейчас не об этом. Об этом, я думаю, стоит провести отдельный. Кстати, давайте, я бы хотел задать вопрос аудитории. Ребята, поставьте пятерочку, если вы хотите, чтобы мы провели вебинар по криптовалютам исключительно, да, и сделали какие-то такие интерактивы в этом плане, для того, чтобы вы больше, может быть, узнали об этом, разобрались, как работает вся эта система и тому подобное. То есть, вебинар конкретно по криптовалютам пятерки. Отлично, хороший опыт. Да, отлично. То есть, мы знаем теперь, что наша аудитория готова. Да, по поводу, смотрите, сейчас очень много… Евгения, где моя футболка? Моя футболка… Мы, кстати, только что об этом разговаривали и решили, что не будем… Контраст. Да, выделить контраст. В следующий раз я буду в обычной футболке. Я на самом деле хотел белую, но пока что, знаете… Так, знания не помешают, отлично. Кстати говоря, раз уж мы начали говорить про биткоин, немножечко отвлекусь. Я в чате очень часто наблюдаю ситуацию, когда партнеры спрашивают, а где обменять? Можно ли доверять этому обменнику? Не кинет ли этот обменник меня на деньги? И, соответственно, наша команда поняла, что необходимо сделать дополнительный инструмент, который позволит нашим партнерам безбоязненно совершать покупки пулов прямо через обменник BigSup. И давай, ребят… Ребят, мы приняли решение и создали свой обменный пункт криптовалют. Там вы сможете обменять как биткоин, так и криптовалюту АОН. АОН АОН. АОН АОН, да. Мы реализовали этот обменник так, чтобы удобнее было пользоваться на всех устройствах, и он сделал у нас на платформе Телеграм. Это Телеграм-бот, с помощью которого вы сможете отменивать криптовалюту, и самое главное, с помощью этого бота вы можете купить себе пул. То есть вам не нужно создавать… А, извини, извини, перебиваю. А давай не голословно. Ребят, если вы… Вы сто пудово должны быть в наших группах официально. И сейчас Евгений сделает публикацию, которую мы уже заготовили заранее. Да, так, секунду. Отправляй. И Ольга, модератор, если тебе не сложно, зайди, пожалуйста, в нашу официальную группу и опубликуй ссылку на нашу новость. Так, сейчас. И Facebook тоже. Готово. Есть публикация. Спрашивают, рефералка на обменник есть? Мы тоже об этом, кстати говоря, думаем. Ну, в данный момент… В данный момент нет, рефералки все обсуждаем. А наша задача сделать качественный продукт, чтобы наши люди смогли безбояденно, качественно, не по завышенным курсам делать приобретение пул, либо делать вывод биткоина. И в дальнейшем, если мы поймем, что пользователям это интересно, если мы поймем, что с технической точки зрения мы это можем реализовать, я думаю, ничего невозможного нет. Вот, я думаю, что это все будет. Ольга, пожалуйста, скинь ссылку. Так, ну все, публикации есть. Кто есть в группах, может сразу же посмотреть. Ольга сейчас скинет, собственно, сам пост сюда. Так, и получается, что, как я уже сказал, помимо того, что вы можете просто обменять, вы можете сразу же купить пул, указав свой кошелек, который сгенерировано в кабинете. В кабинете вы его скидываете и сразу же уже пополняется именно ваш кошелек в BigSapi. Так, Ольга что-то не хочет скидывать, сейчас я, с вашего позволения. Комиссия. Да, комиссия. Так, ну вот. Получается, что комиссия также будет присутствовать в нашем обменнике, это будет, минимальная комиссия будет варьироваться от 3 до 5, максимум, в предел, 5%. В зависимости от ситуации на рынке. В зависимости от ситуации на рынке. То есть, максимум 5% комиссия будет в нашем обменнике. Вот, ребят, переходите, пожалуйста, на ссылку, которую я сейчас опубликовал, вы сможете увидеть определенную новость. И давай тогда скинем сразу же, прямо чтобы люди в Телеграм, может быть, уже смотрели. Да. Ребят, скажите, пожалуйста, интересно вам будет посмотреть, прямо уже сейчас вживую в Телеграм зайти, посмотреть на этого фото, уже ваши партнеры могут покупать, я правильно понимаю, да, уже могут покупать пулы. Нет, пулы, смотрите, ребята, давайте так, что сейчас, в данную секунду, вы можете протестировать, так сказать, отменник. Мы посмотрим при нагруженности, как он работает, все ли хорошо, может быть, будут какие-то, не знаю, ошибки вдруг вы встретите там, хотя их не должно быть. И буквально, ну, до конца месяца, да, я думаю, уже на этой неделе, можно будет обменивать, собственно. Ну вот, да, соответственно, если вы по какой-то причине не можете перейти в группу, то я вам прочитаю. Это Яндекс.Деньги, Kiwi, Payr, Perfect Money, AdvoCash и перевод банковской карты. Я думаю, что в дальнейшем, не то, что я думаю, я уверен, что мы будем работать над улучшением этого обменника, делать его лучше и лучше постоянно, поэтому платежные системы будут добавляться. Вот, но это именно то, о чем мы с вами общались в прошлый раз. Мы сначала будем делать, а потом вам рассказывать. Это да. Я предлагаю дать название, ссылку на Telegram, чтобы ребята посмотрели. Да, смотрите, перед тем, как мы вам отдадим ссылку именно на Telegram бота, чтобы вы уже прямо сейчас могли протестировать, посмотреть нашу бета-версию, как она выглядит, как она работает, для того, чтобы получить от вас обратную связь, но мне хотелось бы от вас услышать, вот от 1 до 10, как вы считаете, это будет помогать вам и вашим партнерам совершать обмены, делать покупки пулов и не бояться, что какой-то непонятный обменник вас там кинет или не сделает вам переводы и так далее. То есть это, знаете, под гарантией качества BigSat. То есть там, в принципе, вообще все удобно. Ты зашел, тебе идет инструктор, ну, тебе говорят, что сделать, ты выбираешь. То есть выбрал то, что тебе подходит, в итоге сформируется заявка, вы оплачиваете эту заявку, вам приходят битки, либо рубли, либо активация пулов. То есть тут достаточно все просто, не нужно ходить, изучать, думать, какой обменник лучше, смотреть курсы, минимальные какие-то, ну, переводы, минимальную сумму за обменник. То есть все вообще для людей, для того, чтобы было удобно. Вот, кстати говоря, Стас, вы не поверите, но я буквально две недели назад в чате как раз-таки крипто-сообщество Acrona Open Network обсуждали, что обменник был добавлен на BestChange и там произошла такая жестокая ситуация. Вот. Это во-первых. Во-вторых, если мы с вами посмотрим на комиссионную ставку, в некоторых обменниках она просто сумасшедшая, достигает и 15, и 20 процентов, и вот мы делали такой сводный анализ, и мы глубоко убеждены, что 3-5 процентов – это действительно очень хорошая ставка, и возможно, возможно, мы даже когда-то пойдем на BestChange, когда у нас будет веб-ресурс, но опять же это такое, пока об этом говорить рано. Самое главное, самое главное, чтобы в данный момент наши партнеры уже могли максимально просто, безопасно и быстро пополнять пулы, а также выводить биткоин. Вот. Поэтому поздравляю всех вас, ребята. Вот. Я думаю… Это первая такая новость интересная. Да. Ну, думаю, к концу мы дадим вам ссылку, чтобы сейчас не отвлекаться, и вы уже там будете тестировать, правильно? Минимум на вывод какой. Смотрите, минимум там получается в битках это 0.004, в рублях – это полторы тысячи рублей минимум. Отлично. Поздравляю. Ну, и давайте продолжим по поводу биткоина. Перечислим его преимущества. Это децентрализация, надежность, анонимность, избавление от посредников, отсутствие ограничений по сумме платежей и трансграничные транзакции. И мы хотели бы выделить также недостатки именно те, что биткоин работает по протоколу Proof of Work – вознаграждение за проделанную работу. Доказательства выполненной работы. Да. Доказательства выполненной работы. И почему мы считаем это недостатком? Потому что, как вы видите сейчас все, думаю, вы сами наблюдаете рынок, что мощности растут, сложность растет, транзакций становится больше, пользователей становится больше. И за счет того, что необходимо все больше вычислительной мощности, бывает так, что сеть перегружается. Вот как сейчас, кстати. Как сейчас. Да. Кстати, очень часто спрашиваю. Если не ошибаюсь, в данный момент более 65 тысяч неподтвержденных транзакций в сети биткоин. И буквально две минуточки я скажу, с чем это связано. Про биткоин вообще много чего можно сказать, но так кратко, если не вдаваться в подробности. Многие люди покупали биткоин по 7, по 8, по 15, даже по 17 тысяч долларов. Соответственно, когда была отметка в 3000-4 тысячи долларов, многие сливали, многие не сливали. И сейчас, когда биткоин вырос к стоимости в 8 тысяч долларов, все спящие проснулись и начали побыстрее делать манипуляции, продавать, менять, пересылать. Из-за того, что вот так разом, вот вы видели сами вот эту свищу, которая пошла. И именно это спровоцировало вот такую заспамленность. Это один из факторов. Ну, там много еще разных новостей, но сегодня не об этом. Да. Новостей там много причин. И, в принципе, то, что все это работает на таком алгоритме, это тоже влияет, соответственно. Пропускная способность самого биткоина просто она очень сильно уступает, например, той же самой Corona Open Network, но, да, это забегает вперед. Забегает вперед. Ну, и, собственно, выход из этой ситуации, да, вообще, в принципе, в крипто-сообществе является технология POS. Ну, Proof of Stake, да. Это тип алгоритма с повышенной степенью безопасности, уменьшенными размерами комиссий и быстрыми подтверждениями транзакций. То есть, в секунду, если я не ошибаюсь, 150 тысяч в зависимости от самой крипто-сети, то есть, к примеру, если есть разные крипто-сети, и если мы говорим про Corona Open Network, то там гораздо больше, чем 150 тысяч подтверждений. Ну, например, Visa MasterCard там 70 тысяч транзакций в секунду, у эфира 15 транзакций в секунду, у биткоина там 7 транзакций в секунду. То есть, здесь более 150 тысяч, и при этом не нужны вычислительные мощности, то есть, не нужно с каждым разом, да, растить свои, например, ну, как в MyNet, не нужно увеличивать постоянно эти мощности для того, чтобы продолжать работать. Потому что, я думаю, многие из вас, даже мы сами сталкивались с тем, что той мощности, которая у нас была, не хватало, и комиссия за это была совсем уже минимальная, и она, можно сказать, приносила только убыток нам. Мне кажется, это все можно внедрить вот как раз таки в вебинар оставляющихся криптовалют сегодня, чтобы сильно не нагромождать сторон. Согласен. 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 клуб автоматизированное обучение клиента ориентированность и мгновенные выводы в данный момент кстати по поводу выводов хотел бы сказать что сейчас у многих возникло противоречие что некоторые иногда бывает так что вывод затягивается на несколько часов или на сутки все это зависит от того что сейчас в данный момент в нашей системе идет полуавтоматический вывод то есть почему это сделано для данный момент обкатывается система полностью все проверяется чтобы наверняка было понятно что система безопасна как говорится лучше десять раз проверить а потом подключать вот эти все автоматические шлюзы выводы вот но мы уже с вами самом начале видели что у нас есть огромное количество людей которые уже вывела биткоины на свои сторонние кошельки ну я думаю что вы уже оценили сам маркетинг то как он работает кстати говоря если вам нравится как работает наш маркетинг то было бы здорово от вас получить такие бесконечные восьмерки потому что у нас еще очень много вкусностей о которых пока не будем говорить давайте ребята восьмерочки в чат если вы уже ощутили на себе вот это превосходство маркетинг плана отлично восемь 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 круто класс супер вот прям это заряжается на самом деле ребята огромное спасибо вам за вашу обратную связь это именно то из-за чего все это делается так идем дальше авторский маркетинг и из чего он состоит он состоит из системы распределения аккаунтов реинвестируемые линейные программы реинвестируемые тренарные программы бонус быстрого старта 7 уровней рангов 5 уровня реферальная программа и отчисления в пост майнинг ой я уже жду не дождусь когда будет конец этого месяца для того чтобы сделать первый перерасчет и выплаты по системе рангов я думаю совсем скоро уже будет приятно удивлены в любом случае может быть знаешь как сделаем ребят вот может быть вот по слайдам которые мы сейчас показали по линейной программе по тренарной реинвестируемой программе а может быть у вас есть какие-то вопросы для того чтобы мы сразу что называется ответить до доста сейчас еще буквально пару минуточку мы уже переходим к самому маркетингу кстати говоря хороший вопрос потому что ближайшее время у нас будет уже подготовлен список наших официальных спикеров которые будут проводить презентации именно по маркетингу компании без лишних слов без статистики без новостей вот поэтому наши презентации естественно не буду чуть дольше не чуть дольше а гораздо дольше чем презентация по маркетингу сейчас подойдем дико извиняемся что вас задерживаем дальше у нас идет прозрачность системы и что это вообще такое как вы знаете привозно знать что в каждой системе есть главный аккаунт головной так назовем его админский по-другому и вот с этого аккаунта у нас идет отчисление в 33 направления это ранги 60 процентов идет на ранги 30 процентов отчисляется на развитие и обслуживание скорее лучше сказать на обслуживание систем и на приложение что такое приложение мы наша команда хотим разработать приложение для нашей системы чтобы каждый человек был еще мобильнее чтобы со смартфоном было проще зайти пробу можно было сразу же зайти в свой личный кабинет и максимально быстро произвести какие-либо операции несмотря на то что в данный момент нашего ресурса он идеально заточен под мобильные устройства самом мобильном приложении естественно будут отличие по функционалу по распределению тоже да и конечно же 10 процентов не просто на приложение и создание его а именно после того как будет разработано приложение и выпущено сделан будет релиз эти 10 процентов будут отчисляться точнее распределяться между партнерами у которых есть в наличии это приложение то есть они скачали его на свой мобильный телефон То есть они должны быть участниками, то есть у них должен быть первый пул, и когда у них есть первый пул, и они скачали это приложение, они уже становятся, знаешь, такой нулевой рамп. Нулевой рамп, да. То есть и вот этих 10% как раз будут поощрять этих партнеров, которые имеют приложение и активировали первый пул. То есть представляете, насколько это круто? Естественно, мы с вами не говорим, что с помощью вот этих вот бонусов вы станете миллиардерами, миллионерами. Это дополнительный бонус, который позволит вам получать дополнительные деньги вообще, вот вы даже не думаете о них, а у вас бам, в кабинете на балансе появилась сумма, которую вы можете вывести и потратить. Это такая, мне кажется, небольшая мелочь, но это очень приятная мелочь, а для тех, кто будет работать, это будут уже серьезные суммы. Да я думаю, я бы был очень рад, если бы я сейчас скачал какое-то приложение, и мне там, знаете, начислили какую-то прибыль вообще, за которую я даже ничего особо-то и не делал. Поэтому здесь, уверен, будут довольны всем. Дальше идем, разберемся с самими пулами и сколько их вообще есть. В данный момент, говорю в данный, что курс биткоин растет, и если курс достигнет слишком больших высот, тех же 50 тысяч долларов. Мы, кстати говоря, думали об этом с нашей командой, и я хотел бы, чтобы сейчас мы задали вопрос нашим коллегам и посмотреть от них обратную связь. Вот смотрите, ребят, мы все с вами понимаем, что биткоин, он будет расти. Естественно, он не может постоянно расти, у него будут откаты, будут взлеты, но в итоге все равно мы придем к тому, что он будет стоить очень больших денег. И, соответственно, когда биткоин будет стоить более 50 тысяч долларов, либо в этом диапазоне, то, соответственно, вот эти 0.004 биткоина, она уже будет сумма достаточно кусаться. И вот тут все зависит от вас. Вот нам важно понять, как вы настроены. То есть, как вы считаете, логично было бы в случае, если, точнее даже когда это произойдет, добавить, скажем, такой нулевой пул для того, чтобы сумма не была такой кусачей. Все будет зависеть от вас. Если вы приняете решение, и мы увидим, что большинство склоняется к тому, что не надо добавлять нулевой никакой пул, его не будет. Но все-таки представьте, что вот, например, 0.004, вы возьмите и умножите на 50 тысяч. Ну, это уже достаточно такая немаленькая сумма будет. И нам кажется, что будет достаточно логично заранее, заблаговременно вас предупредить об этом. И спросить у вас вообще, насколько это будет логично. Да, это было бы справедливо, отлично. Нормально адаптируемся под рынок. Круто. Вот мы, собственно, такого же мнения. И поэтому сейчас я и говорю, что пока те пулы, да, те 10 пулов, которые на данный момент присутствуют. Из них 7 обязательных пулов и 3 лидерских пула. И как вообще выглядят, из чего состоят эти пулы? Это линейная и тренарная программы. Линейка в ширину до бесконечности. И такая, ну, 3-бинарная, назовем это так. Вот. Все пулы у нас состоят из линейки и 3-бинарной матрицы. 3-бинарного пула. Вот так вот. Да. Собственно, вот перед вами таблица доходов, бигса. Вы можете сделать скрин, чтобы она была всегда под рукой. И видеть здесь цифры по всем 10 пулам сразу же в едином таком. Я думаю, что скрин делать не нужно. Ну да, кстати. Мы просто дадим вам... Ребят, как вы считаете? Вот поставьте, пожалуйста, пятерочку, если нам уже пора выложить эту презентацию в свет, для того, чтобы каждый человек смог ее скачать, а не делать вот эти скриншоты. Кстати говоря, я думаю, что вы уже заметили, презентация чуть-чуть изменилась у нас по дизайну. Да. Вот. У нас каждый раз будет все лучше, лучше и лучше во всех аспектах и моментах, которые затрагиваются в нашей компании. Отлично. Значит, скоро буквально, да я думаю, сегодня уже я выложу презентацию для общего пользования. И, кстати... Обязательно будет. Да, будет две презентации. Одна презентация будет для вебинаров, такая вот, она в сжатой форме. И вторая презентация будет в объемном таком формате. Там будет, да, то есть для самостоятельного изучения, там будет подробно все описано, и вы сможете давать ее своим партнерам. Так, идем дальше. Давайте разберем механику закрытия пула с помощью реинвестов. Хочу сразу же сказать, что пул в нашей системе можно закрыть даже благодаря одному партнеру. То есть, поставив одного активного партнера, замечу, активного партнера, не просто одного партнера, а именно активного, этот лидер может быть, вы с помощью него можете закрыть свой пул. И давайте посмотрим, как это будет. Опять же такой момент, ребят, если вы действительно хотите зарабатывать больших денег, вот сейчас не надо делать акцент на одном активном партнере. Вы должны думать немножечко по-другому, потому что я знаю, вот есть некоторые люди, которые услышат это так, ага, я приглашу одного активного партнера и буду невероятно богат. Да, вы будете зарабатывать, но вы не будете невероятно богатыми. Хотя у каждого свое понятие невероятно богат. Ну да, может 10 тысяч. Если вы хотите попасть в двух-трех запятых, то вам необходимо с помощью вот этого инструмента сделать минимум 3, 5, 50, 100 продаж. И когда у вас будет 100 активных партнеров, вот эта механика, которую показывает на примере одного человека, вы просто подумайте, насколько денежно будет она работать для вас и для ваших партнеров. Почему мы показываем на примере одного человека, потому что это механика, это отработка. Мы по-другому не можем сказать. То есть в другом бы маркетинге, назовем это так, есть моменты, когда вы имеете 20 лидеров в своей команде, но от их работы у вас нет, вы не можете получать, так сказать, пассива. И на разу. Да, то есть как все обычно говорят, что сетевой бизнес, вы строите команду и в итоге вы сможете выйти на пассив. Но очень много примеров есть, когда человек строит большую команду, но на пассив он так и не выходит, потому что эта команда построена таким образом, что она работает в разных участках структуры и особо плюсов никаких не дает. Ну, она дает, но не так, как хотелось бы. Здесь же, если у вас будет те же 10 лидеров, которые будут с вами работать, то есть... Не обязательно 7 лидеров. Вообще, да, то есть... Каждый человек, который только начинает заниматься, развиваться в сетевом маркетинге, он уже лидер потенциальный. И наша задача, и ваша задача помогать вашим людям достигать самых больших высоток. Именно из-за этого вы будете зарабатывать, ваши партнеры будут зарабатывать. Но у нас таких две бассивных мощных составляющих. Первое, это из-за того, как работает наша структура, а второе, это из-за того, что у нас есть система постмайнинга, о которой мы поговорим чуть позже. Там, конечно, космос вообще. И здесь космос, и там космос. Да. Ну, давайте дальше. Смотрите, мы берем сразу же, скажу, условия, что у вас нет следующего пула. Допустим, вы зашли только на первый пул. Вы ставите первого своего партнера, и по линейке с этого партнера сразу же получаете 100%, что равняется 0.001 биткоина. 0.003 идет вашему спонсору. То есть вы здесь видите... Так, где-то тут здесь курсор был. Так, нет, не помню, где тут меню. Сейчас, чтобы... Секунду, ребят. Нет, ладно. Ну ты рассказывай сейчас. Да. То есть вы ставите первого партнера, с него получаете по линейке 100%, и 0.003 ушло вашему вышестоящему спонсору. Идем дальше. Ваш партнер – это активный игрок, так скажем, и он начинает закрывать свой пул. Он выстраивает вашу вторую линию, и там у вас, да, как вы видите, идет сумма по 0.003. При условии, что у вас нет следующего пула, вы получаете с каждого этого партнера по 0.001 биткоина. То есть не всю сумму, да, не 100%, а именно... Ну в любом случае это 100%, просто остальная сумма биткоинов, она идет для резерва на покупку следующего пула и на реинвест этого пула. Я думаю, что здесь всем должно быть понятно. Я просто начал об этом говорить, потому что в прошлой презентации я сказал немного по-другому, и возникли вопросы, что как бы люди начали обращать внимание, почему я ставлю партнера, а у меня не такая сумма выходит, как здесь сказано. Сейчас, чуть дальше, я вам все объясню уже в комплексе. Ваш партнер начинает закрывать пул, формирует вам вторую линию, допустим, он закрыл свой пул, и он делает реинвест. И делает реинвест он снова под вас. То есть система реинвест построена таким образом, что каждый ваш партнер, который закреплен за вами по реферальной ссылке, он делает реинвест всегда под вас. Но есть одно условие, что каждый третий реинвест происходит в структуру, в первое свободное место. То есть к менее активным людям. То есть представляете, как здорово, что данный, назовем это так, перелив, он состоит только из активных людей, потому что только активные люди делают эти реинвесты. Соответственно, эта механика не перенесет к вам человека, который сядет посидеть и посмотреть, что вот происходит. Это именно активные люди. И это тоже классная механика, которая позволит не только вашему спонсору, как бы человек, вы меня, например, пригласили, и я вам помогаю закрываться, но я еще помогу менее активным участникам. Вы представляете, когда в компании у нас будет 100, 200, 300 тысяч человек, у нас будет огромная команда активных лидеров, и все эти лидеры будут друг другу помогать продвигаться по этим пулам. Потому что я надеюсь, каждый из вас поставил задачу в течение года, а может быть двух, пройти весь маркетинг и заработать более 300 биткоинов. И в нашем маркетинге это легче, как нигде в другом месте. Согласен. Собственно, идем дальше. Второй раз, когда первый реинвест произошел снова под спонсора, при закрытии пула ваш партнер делает еще один реинвест и попадает снова под вас. И тут уже идет следующий момент. При закрытии вашего партнера третий раз, то есть первый раз закрылись, второй раз закрылись, третий раз закрылись, и по закрытию вы получаете по линейке еще раз. То есть с одного вашего партнера вы получаете по линейному маркетингу в данной ситуации при трех закрытиях два раза. То есть после второго закрытия у вас идет постоянный реинвест по линейной программе. И вы постоянно идете, получаете прибыль с ваших партнеров по линейке. Не как, ну, как бы не один раз. Дальше после закрытия третьего раза идет реинвест уже, как мы сказали, в свободное место в структуре. Ваш партнер идет в свободное место и там, когда он закрывает пул, он делает реинвест снова под вас. То есть он сделал два реинвеста, ушел в свободное место, закрылся и сделал опять реинвест под вас. То есть он всегда прикреплен за вами. И теперь давайте разберем с самого... Вот на этом слайде давай чуть более подробно остановимся, разберем, потому что я наблюдал в чате, некоторые люди не совсем понимали, каким образом мы сделали механику, что у нас люди получают с каждого человека в последней линии, а не, например, с трех получили, а со всех остальных не получают. Да. Собственно, почему я в самом начале начал говорить о том, что там не 0.03, не 100%, а 0.01... Чтобы не запутать. Да, чтобы не запутать, потому что как это выглядит вот здесь на примере. Первые три человека, при условии, что у вас не открыт следующий пул, первые три человека вам приносят прибыль в размере 100%, да, по 0.003. Следующие пять человек, которых вы поставили, они дают вам прибыль на то, чтобы сделать переход в следующий пул. И последний партнер дает вам прибыль на то, чтобы сделать реинвест. То есть, понимаете, да, как распределяется средство во второй линии. Но как сделано это в техническом плане? В техническом плане это реализовано так, что вы получаете прибыль со второй линии с каждого партнера. То есть, любого партнера, которого вы ставите, вы с него получаете прибыль. Но только это будет не 0.003, а это будет 0.001. Но только в случае, если нет следующего пул. Это, да, при условии, что нет следующего клуба. И получается, что, как вы видите, да, вот у нас баланс здесь красненький, там идет линейный маркетинг 0.002, да, как мы уже уяснили, и по тренару идет 0.009. Вторая линия у нас 9 человек, собственно, с каждого по 0.001 это 009. Собственно, так это реализовано в техническом плане, с каждого партнера вы имеете, но для простоты объяснения мы сделали так, что первые три партнера вам дают на руки, переход в следующий пул, это следующие пять партнеров и реинвест в последний раз. Я уже со многими лидерами общался, и мы все вместе пришли к общему такому решению, что гораздо эффективнее и гораздо большую мотивацию человек получает, когда он имеет возможность зарабатывать дальше с каждого, абсолютно с каждого человека, потому что, когда ты сделал продажу в последней линии на три человека и понимаешь, что дальше у тебя деньги будут резервироваться на переход и на реинвест, то мотивация немножечко падает. Если вы со мной согласны, что это было абсолютно правильным решением, чтобы человек зарабатывал абсолютно с каждого действия, а не промежуток какой-то, если вы считаете, что действительно это круто, особенно те люди, которые на себе это, собственно, прочувствовали, напишите, пожалуйста, в чате ваше мнение. Вы знаете, как говорится, от перемест, от перемест влагаемых сумма не меняется, но мотивационная составляющая сильно, конечно, балансирует в разные стороны. Давайте ждем обратную связь. Да, плюсики, плюсики. Круто. Да, 79 человек у нас. Очень круто. Отличное решение. Вот, собственно, так же мы думали, когда прописывали этот маркетинг, мы понимали, что лично на себе, вот лично я, мне, когда я работаю по этому маркетингу, мне очень приятно получать прибыль постоянно, нежели, знаете, ждать и понимать, что так, сначала мне нужно вот это, потом получу то. То есть, именно мотивация, особенно для новичков. Класс. Идем дальше. Здесь разберем схему закрытия пула благодаря построению команды в 12 партнеров. То есть, там мы разбирали благодаря одному партнеру. Здесь именно, когда вы ставите 12 партнеров, да, если они у вас есть уже в команде, либо вы постепенно их собираете. И давайте посмотрим. Первая линия. С первой линии, с первых трех человек вы имеете по линейке, да нет, давайте, наверное, так. С 12 партнеров, со всех 12 партнеров вы имеете по линейке 0.01, 100%. И со второй линии уже у нас идет такое распределение. Это при условии, кстати, что есть следующий пул. То есть, вы зашли на два пула сразу же. И во второй линии идет распределение таким образом, что с первых 8 человек вы получаете на руки 100%, как раз-таки по 0.003. И с последнего человека у вас идет на реинвест. Каждый последний человек вам дает реинвест. И также у вас еще идет и реинвест по линейке. Программ-механику скажи, что даже вот этот реинвест, он распределяется на всех людей. То есть, ты все равно с последнего получишь человека. Да, да, да. То есть, здесь также идет такая же механика в техническом плане. Чтобы много не говорить, ребят, вы саму логику уловили, как это работает. То есть, мы, например, вот эти 0.003 биткоина поделили на всех 9 человек. И вы получаете не 0.003 с последней линии, а 0.0027 и 7-7-6. То есть, это сделано для того, чтобы вы из каждого человека последние линии получали. Я думаю, что если сейчас обратная связь будет, что люди понимают, каким образом эта механика работает, это мы просто в следующий раз уже сделаем слайд, поменяем, чтобы сразу было понятно. Отлично. Так, ну и получается по цифрам. Смотрите, баланс. По линейному маркетингу в итоге мы получаем 0.012 биткоина, то есть, 12 партнеров и также с каждого по 0.01. И по тренару идет 0.024. Сразу же на руки. И при закрытии в следующий раз будет 0.023, так как 0.01 идет на реинвест более линейную программу. Идем дальше. Давайте теперь пройдемся по каждому пулу, да, и по каждому из 10 пулов, и поговорим о цифрах. Я, наверное, не буду прям подробно расписывать все цифры, потому что вы сами видите это все. И это есть и в таблице, которую мы уже предоставили. Здесь я расскажу вам вкратце и, так сказать, пробежимся по ним. Первый пул – это менеджер первый ранг. Вход у нас 0.004. Идет первый круг по реинвест по тренару. Второй круг идет также реинвест еще и по линейному маркетингу. На выходе мы имеем 0.023 при условии, что у нас есть следующий пул. Давайте сразу же скажу, что все вот эти пулы, которые сейчас я буду перечислять, они уже идут с условием, что есть следующий пул, чтобы я не повторялся. И буду говорить конкретно вход и выход. То есть вход здесь 0.004, выход 0.023 с учетом всех реинвестов. Идем дальше. Слушай, а можно такую очень небольшую ремарочку внесу? Я сейчас просто еще раз для себя один момент посчитал. И вот просто взял за аналогию, например, классическое построение, и там есть 30 человек. И в этом случае у тебя умножается доход на 15 раз. Да, это 30 человек. А здесь в нашем случае, если мы берем 24 человека, то получается умножение, ты увеличиваешься в 16 раз. У тебя на 6 человек меньше и больше твой доход. То есть сама математика, я вот еще раз посмотрел, чтобы вы поняли, насколько больше вы получаете за меньшую проделанную работу. Да, то есть на том вебинаре мы об этом тоже говорили, что почему мы выбрали именно тренар, потому что здесь за меньшую работу... Требинар. Требинар. За меньшую работу вы получаете больше денег. Так, думаю, все помнят об этом, да? Были вопросы, теперь уже нет. Так, идем дальше. Второй пул, это ранг Silver Manager, второй ранг. Вход 0.015. Выход 0.093 на руки с учетом всех инвесторов. И смотрите, еще один момент, что вход указан за отдельно взятый пул. Я думаю, все помнят, что когда вы будете заходить, например, на три пула, то все это дело суммируется. Потому что зайти только на третий пул, соответственно, нельзя. Идем дальше. Третий пул. Вот здесь уже у нас идет, так сказать, отчисление в тот самый пост майнинг, про который мы говорили. Начиная с третьего пула, 10% от вашей прибыли будет уходить на создание персонального майнинг пула. Программа дохода с вашего личного пула вы получаете проценты с пяти линий. То есть пять реферальных линий, и по процентам это будет первые три линии 5%, четвертая линия 10% и пятая линия 15%. Почему именно таким образом мы распределили проценты? Потому что в пятом поколении, как правило, в сетевики как бы об этом знают, находится самое большое количество партнеров. И если бы мы, к примеру, сделали первым уровнем 15%, то лидеры не смогли бы получать настолько большие деньги, настолько большие суммы, нежели чем в таком плане мы просто перевернули. Больше людей, больше процентов. Все логично. И плюс тут вы будете понимать, что будет, назовем ее мотивацией, также к построению все больше и больше команды. Потому что вы будете знать, что построив команду в пять линий, то есть выстроив всю эту структуру, вы с пятой линии получаете максимально. То есть у вас не будет такого, что зачем мне строить, если на пятой линии, допустим, 1%. Это, красненький, тут опять же вопрос по командообразованию. Почему люди должны быть мотивированы реально помогать своим партнерам? Не просто, знаешь, пригласил, получил, побежал гулять, тратил на что-то. Нет, каждый человек, который изучит этот маркетинг, он будет понимать, что каждый партнер в его команде, это его друг, это его партнер, он должен ему помогать для того, чтобы самому выйти на постоянный пассивный доход. И для того, чтобы помочь выйти своему партнеру. Ведь если у партнера большой пассивный доход, то у вас еще он больше. То есть тут математика и ничего, скажем так, личного. Да, то есть это, так сказать, тот самый пассивный доход, на который можно выйти в наши компании и постоянно его получать. Идем дальше. То есть мы уже сказали о том, что по закрытию третьего пула у вас идет отчисление 10%. Давайте немного разберем ближе. У вас вход на третий пул – это 0.042. По линейке там 0.006, ну и по тренару, да, 0.036. В первом круге это 0.288 идет выход, из которого идет реинвест. И как раз-таки учет 10% на постмани. То есть 0.288 минус 10% в итоге получается 0.259, назовем это так, уже на руки. И по второму кругу идет так же, только с учетом еще и реинвеста по линейной программе. То есть закрыли третий пул, 10% ушло в майнинг. И начинает создаваться ваш пул, который майнит вам каждый день монеты Акрона. Четвертый пул – это платинум менеджер, четвертый ранг. Вход 0.12. И на выходе чистыми на руки с учетом реинвестов и майнинга – это 0.766 BTC на руки. BTC. Так, пятый пул – директор, пятый ранг, 0.461 вход и получается на выходе 3.0843 с учетом реинвестов и майнинга. Так, шестой пул – 1.37 вход, выход 9.264 – это уже совсем с реинвестом и с майнингом также. Так, Brilliant BigSup – седьмой ранг, седьмой пул, 4.12 вход и 27 биткоинов, округлю, чтобы не копаться в этих копейках, 27 биткоинов у вас идет на руки. Дальше у нас идут лидерские пулы. И тут хочется, точнее, не хочется… Я просто еще раз хочу, ребята, заострить ваше внимание. То есть, я думаю, что здесь есть люди, которые новички, а есть опытные, да, сетевики. И вы все прекрасно знаете, что, начиная с малого, зарабатываются огромные деньги. И тут, начав всего с четырехтысячных биткоинов, можно заработать. Кто-то это сделает за полгода, кто-то это сделает за год, кому-то понадобится два года. Но я вас уверяю, все люди, которые будут работать в BigSup, все люди, которые будут продвиваться вместе с BigSup, жить BigSup, они будут зарабатывать именно те деньги, которые, Евгений, сейчас быстро, как пулеметная очередь вам выдал. Ну, я просто не хочу очень сильно заострять, не то, что заострять, а именно повторяться, потому что этого есть и в таблице, вы все это уже можете увидеть по таблице, там все подробно. Чтобы не затягивать просто, можно разбирать эти пулы до бесконечности, поэтому я, так сказать, как уже говорил, быстренько пробегусь. То есть, лидерские пулы, они, почему лидерские, да, потому что суммы там уже достаточно высокие, и есть условия, точнее, наоборот, нет условий. Вам нет обязательного перехода, то есть, вы уже туда идете по желанию. То есть, вы выбираете, хотите вы идти туда или нет, считаете, что, чувствуете вы, что готовы пройти этот путь, так сказать, лидерский. Хотя, если вы сейчас дошли до седьмого пулу, то уже можно назвать человека лидером. Здесь они такие уже для... Оттуда они волей-неволей будут доходить до седьмого пулу, потому что, посмотрите, еще такие вопросы, очень часто разбирают. Люди спрашивают, а можно ли, к примеру, зайти во второй, либо в третий, либо в пятый пул, минуя первый. Нет, можно заходить только первый, второй, третий, четвертый. Ну и самый банальный пример, нельзя на лифте доехать на седьмой этаж, не проехав первый и второй. Я думаю, это всем понятно. Поэтому первый и седьмой – это обязательные пулы, и система вас будет переводить с первого на второй, со второго на третий, с шестого на седьмой. А дальше это уже будет исключительно ваше решение. Если вы чувствуете в себе силы, если вы чувствуете поддержку команды, если вы готовы заработать более 300 биткоинов, а я уверен, что здесь есть такие люди, и их очень много, то вы вместе с нами, со всеми идете на лидерские пулы, потому что там, конечно, уже самое интересное. Да. И по пассивным составляющим, и по активным. То есть сумма там действительно просто огромная. Очень большая. Ну и, собственно, восьмой пул, премиум клуб, восьмой ранг, а, ранг, нет, в ру, восьмой пул, 8 биткоинов вход, 8,7 биткоинов вход, и на выходе уже со всеми составляющими вы получаете на руки 55 биткоинов. То есть 55 биткоинов – это очень круто. Это хорошая сумма за определенную работу. Да, и представьте, что когда курс растет, то там такие уже… Многие предприниматели, которые вкладывают просто миллионное состояние на создание какого-то своего линейного бизнеса, во-первых, они там первые 3-5 лет окупают просто его, а потом с горем пополам там выходят на какие-то доходы. Тут же, проделав работу в 3-5 лет, каждый человек сможет зарабатывать 300 и более биткоинов, плюс иметь на пассиве большие деньги. Следующий пул, 9. Вход – 17.54 биткоина, и на выходе со всеми составляющими 110 биткоинов на руки чистыми. То есть очень-очень-очень. Так, пролистал, секунду. И последний пул – 10.35 биткоинов вход, и на выходе 220 биткоинов уже, собственно, на руки. Это вот эти 10 пулов, которые есть у нас на данный момент, поэтому пойдем дальше. Перед тем, как пойдем дальше, ребят, просто ваша обратная связь. Мне всегда хочется удостовериться, что те цифры, которые заложены в маркетинге, они вас мотивируют, они вам нравятся, они резонируют с вашими аппетитами. Если это действительно так, ну, поставьте на ваше желание какую-то цифру. Мне, кстати, интересно, какая цифра пойдет. Я думаю, будет цифра вот такая вот. А я думаю... О! Угадал. Семенка написал, угадал. Круто. Все поставили. Так, цифра очень хорошая. Тони. Тони, что за ноль? Ну, клуб трех запятых сразу. Да. Отлично. Ну, и, собственно, давайте немножко скажем о том, а точнее о партнерстве с Акрона OpenNet. Акрона представляет из себя децентрализованную инфраструктуру собственной экосистемы для товаров и услуг, системы учета и возможности интеграции во внешние проекты. То есть на данный момент это и есть между нами интеграция, интеграция BigSapa и Акрона OpenNetwork. То есть это достаточно тоже крутая система, с помощью которой можно делать очень-очень прикольные вещи. Я бы даже сказал так, что это фундаментально сильная, очень технологичная экосистема, благодаря которой не только наши партнеры смогут зарабатывать действительно сумасшедшие деньги на полном пассиве, но и эта система, которая внесет в мир определенные блага, которыми смогут пользоваться организации, какие-то проекты и так далее. То есть это очень интересная идеология у Акрона OpenNetwork. Мне очень она нравится и мотивирует. Да, то есть именно подробно все это вы сможете узнать на вебинаре самого этого проекта, этой системы и там уже все узнаете. Можно я задам вопрос? А вот у нас сейчас на вебинаре 80 человек практически и поставьте, пожалуйста, минус, кто не был еще ни разу на презентации Акрона OpenNetwork. То есть если вы не знаете, что это за криптосеть, какие у нее технические особенности, что она из себя представляет, если вы этого не знаете, поставьте минус. Посмотрим. Ну реально большое количество людей, которые еще не поняли, как это все работает. Ребята, скажите, вам было бы интересно, если бы мы пригласили вас на официальную презентацию Акрона OpenNetwork, где спикеры расскажут вам, что за монета, по какой технологии она работает, рассказывают вам планы по дорожной карте, ну и очень интересные вещи. Если вам это интересно, да, презентация, кстати говоря, уже началась, но не переживайте, мы вам обязательно скинем в чат либо запись, вот, либо ссылку на следующий вебинар. Кстати говоря, в понедельник в 19.00 будет еще одна презентация, мы вас именно на эту презентацию позовем и вы все посмотрите, потому что сегодня у нас четверг, да. Так что давайте идем дальше, и тут уже будем разбирать, собственно, сам постмайдинг, а именно доход от собственного баланса в постмайдинге. То есть вы закрыли 3,5, 10% ушло в ваш личный баланс, закрыли 5, 10% в личный баланс и так далее. Давайте разберем суммы, которые вы получаете при закрытии 7 пулов. При закрытии основных 7 пулов ваш баланс будет составлять 4605 монет Акрона, что в переводе на доллары, это 2300 долларов. И получается, что каждый месяц у вас на эту сумму манятся монеты. То есть... Каждый день. Да, ну, то есть, небольшая ошибочка по Фрейду. Смотрите. Ну, по-моему... Еще одна. Так. То есть, при закрытии 7 пулов сумма выходит 2300 долларов. При закрытии 10 пулов ваш баланс майнинга будет составлять 48 145 монет Акрона, что в долларах равняется 24000. То есть, проделав определенный путь из точки А в точку Б, не говоря о вашей команде, вы, помимо того, что заработали уже более 300 биткоинов, обеспечили себя постоянным пассивным доходом за счет генерации новых криптомонет Акрона Open Network. И эта сумма, ну, она будет обязательно прийти на презентацию. Каждая новая выпущенная монета, она всегда стоит дороже предыдущей. Очень интересная технология. Я думаю, вам будет интересно в ней разобраться. И вот вы представьте только сумму 24000 долларов за просто вот одну хорошую проделанную выполненную работу. Это постоянно у вас будет месяц. Вы сможете вот эти деньги снимать хоть каждый день. Но тут очень важно понимать. Вот мы на прошлой презентации не сказали этот момент. Так как у нас идет пятиуровневая реферальная майнинг-программа, сейчас вот Евгений скажет. То есть 40% от вашей прибыли идет на распределение по пяти линиям реферальной системы. То есть, как мы уже говорили, что идет, есть реферальная система, она составляет 5 уровней, и как раз-таки часть прибыли уходит по рефералке, так назовем. И при этом, смотрите, многим может показаться, что мы говорим, да, 10 пулов, 24000, так много, и многие скажут, что 10 пулов, так сначала их нужно закрыть. Собственно, смотрите, с каждого пула, с каждого закрытия у вас идет 10%. Они манятся. Вы закрыли еще раз, и они опять 10% ушли. То есть при закрытии там пяти пулов у вас уже будет копиться достаточно. Немножечку, вот, корректировка 28, а он, это с третьего пула? Да, но если у вас открыт следующий, то есть, надо понимать. То есть здесь условие, что, эта сумма при условии, что у вас есть следующий пул. То есть, если вы стоите на четырех пулах, вы закрыли третий пул, ваша сумма, ушедшая в манен, будет составлять 28 монет. Собственно, с четвертого пула это будет 86, 345, 1036 и так далее. И каждое новое закрытие ваших пулов, то есть, произошел ревьер третьего пула. То есть, смотрите, к примеру, если бы у вас не было четвертого пула, вы бы первый раз, когда закрыли третий пул, там было бы 18 монет, если не ошибаюсь, не помню. А во второй раз, когда вы закрыли третий пул, у вас уже есть четвертый, соответственно, у вас уже 10% составила большую сумму в виде 28 окронового пункта, колонды. Вот это вот, чтобы пояснить, чтобы не было недоразумений. На самом деле, ну, как бы цифры в итоге будут совсем другие, ну, как бы, если здесь мы показываем общую картину, да, уже в целом, при минимальном пороге. Потому что когда вы дойдете даже до пятого, до седьмого пула, количество вот этих закрытых первых, третьих, четвертых, пятых, шестых пулов, оно будет там два-три раза, плюс у вас постоянно идет майнинг этих монет. И, соответственно, когда вы уже дойдете до десятого пула, то там вот эта сумма, она может быть в несколько раз больше. Конечно. Поэтому это такие минимальные суммы, чтобы просто для понимания, что при закрытых семи пулах такая сумма, при десяти такая. По поводу вопросов, давайте там недолго осталось сейчас. Давайте дальше. Последний раз. Здесь уже поговорим о реферальной, то есть самой реферальной майнинг программы. И разберем первый, это партнерский вариант развития. Будет два варианта, разберем партнерский. То есть есть пять уровней в глубину. Как мы уже сказали, первые три уровня это пять процентов, десять и пятнадцать. И смотрите, разберем такой момент, что представим, что вы на пятом поколении построили команду в четыре тысячи пятьдесят человек. И действительно это возможно сделать буквально за год плодотворной работы. Это проверено временем, и это действительно человек, у которого не было еще большого опыта в сети, который только начинает развиваться. Надо понять, что эти четыре тысячи человек, это не ваши личные приглашенные, эту структуру могут сделать пять, максимум десять человек в ваших личниках. Потому что вот эта схема параболическая, которая увеличивается, она очень в МЛМ серьезно работает. Получается, что если у вас, не если, а когда у вас будет структура в четыре тысячи пятьдесят человек на пятой линии, которые также закрыли третий пул, сумма в месяц будет выходить такая. 18 сакрон, то есть здесь мы берем минимальные суммы, вообще минимальные. То есть 18, здесь циферка 18, потому что это при закрытии третьего пула, при условии, что нет следующего. То есть 18 мы умножаем на четыре тысячи пятьдесят, что равняется семидесяти двум тысячам монет. Берем от этого 10%, это средний процент майнинга. Средний. Да, это именно средний процент майнинга. Берем 10%, это равняться будет 7290 монет. Отсюда мы берем 15%, то есть 15% с последней линии. Именно сномайненных. Сномайненных монет. Это равняется 1093 монеты в месяц, за месяц. В итоге ваш ежемесячный доход будет составлять 1093 монеты, а он в переводе на доллары, это 5465 долларов. В месяц у вас идет пассивного дохода по вашей реферальной системе. И учтите, что это только пятая линия. Да, мы не считаем ни четвертой, ни третьей, ни второго, ни первую, и также не считаем ваш личный баланс. Всего лишь пятая линия, которая вам приносит такие деньги. Все тут просчитано таким образом, чтобы люди получали больше, чем увидели на презентации. Вы это увидите сами. Да. И теперь давайте разберем именно лидерский вариант развития. Что он подразумевает? Это идет такой момент, что в пятой линии, построив структуру в 50 тысяч человек, что тоже действительно реально, закрывшие 50 тысяч человек, которые закрыли третий пул, 18 умножаем на 50 тысяч, равняется 900 тысяч монет, отсюда берем 10%, равняется 90 тысяч монет, берем 15% от этой суммы, 13 с половиной тысяч монет, что равняется 67 тысячам долларов в месяц. То есть, с пятой линии, при построении структуры в 50 тысяч человек, у вас идет 60 тысяч долларов в месяц пассивной прибыли. По-моему, это... Ребят, как вам цифры? Да, скажите ваши цифры. Для меня это... Меня лично это очень сильно мотивирует, особенно меня это мотивирует из-за того, что наши партнеры, кто будет работать и развиваться, они будут зарабатывать эти деньги. Это неизбежно. Так, я сейчас показываю актуальный курс. Актуальный курс, так, давайте, шикарно, очень круто, круто. Отлично, плюсики. Ну, конечно же, я так же, как и вы, согласен с тем, что это очень круто. Такие цифры, причем самые-самые минимальные, которые мы берем в это... Да, это реально, это самые минимальные цифры, то есть это можно умножить не только раз. То есть пока на самом деле-то получилось, ну, если так разобраться, вот по факту, да, 10% это среднее. Когда у вас будет структура в 50 тысяч человек, которая зашла у вас по майнинг программе, там будет процент максимальный уже, плюс там ваш баланс, баланс ваших партнеров по четырем линиям, то есть там совсем... В данный момент 5,701. Да. То есть, ну, да, данные, вы можете посчитать 13500 монет, 13500 монет умножить на 5.7 доллара и посмотрите цифру в доллар. На 5.701. На 5.701, если быть точным. Идем дальше. Как мы уже сказали в начале, что наша компания предоставляет своим партнерам не только возможность зарабатывать, а мы также предоставлять, будем предоставлять и уже собственно... У нас уже все готово. Да, уже готово и совсем скоро будет релиз. Это автоматизированное обучение. Первое, о чем хотелось бы сказать. То есть, это онлайн-платформа Академии BigSup с различными курсами по продвижению личному бренду, раскрутке социальных сетей, продажам, ораторскому искусству, лидерству и тому подобное. То есть, все, что может развивать человека и делая его лучше, красивее, богаче, красивее, да, красивее, богаче. То есть, это все у нас будет внедрено. Способы пополнения. Сейчас, на данный момент, мы создали обменник, которым можно будет пользоваться всегда. Помимо этого, на нашем ресурсе будут добавлены платежные системы, с помощью которых вы можете спокойно зайти в личный кабинет. Вам не нужно будет делать никаких обменов. Вы сразу же с карты, с киви или с любой из этих платежных систем сможете купить себе пул. Здесь, я думаю, нет смысла задерживаться. Это обычная, так сказать, история. Хотелось бы также сказать о цели и миссии BigSup. Что вообще, какие у нас взгляды. Цель компании – это занять лидирующую позицию в нише сетевого маркетинга. Объединять людей с активной жизненной позицией и вдохновлять остальных на покоение новых вершин. Ну и миссия нашей компании – это быть надежным партнером. Именно надежным. И помогать людям добиваться финансовых успехов. Что именно BigSup – гарант качества, гарант надежности. Да. То есть, чтобы люди понимали, что если BigSup – значит… Потому что без цели, без миссии, без задач не понимают, для чего вообще что-то делать. То есть, всегда должна быть цель. Поэтому непредназначение, назовем это. Ну и, собственно, здесь такой интересный достаточно момент – это премиум-клуб. Кстати, поставьте плюсики те, кто уже слышал о премиум-клубе. Тут не только слышали. Тут у нас уже есть партнеры, которые скоро, видимо, получат вознаграждение. И сейчас мы как раз-таки расскажем об этом. Отлично. Ну, смотрите. Премиум-клуб включает в себя такие услуги, список услуг. Это профессиональные фотосессии, запись видеороликов под ключ с написанием текста, съемки, монтажа, написание сценария, если необходимо. То есть… Это клиенты все. Да. То есть это услуги, которые действительно необходимы в нашем бизнесе, потому что многие из наших партнеров, думаю, здесь есть такие, которые не умеют записывать, не знают, как записывать, что записывать, где взять оборудование, как правильно, смонтировать все это, какая программа нужна. То есть много моментов, из-за которых не получается создать качественный контент. И мы понимаем, что на сегодняшний день в масс-медиа качество контента очень и очень востребовано и действительно важно. Поэтому мы решили сделать именно такое направление. И, кстати, сейчас Евгений скажет… Я еще хочу небольшую такую ремарку внести. Соответственно, чтобы вы понимали, да, для тех, кто еще о BigSup Premium Plug не слышал. То есть это набор качественных сервисов, инструментов, которые будут доступны именно нашим партнерам. И в зависимости от того, на каком поле тарифы они находятся, им будет открываться бесплатный доступ. То есть, где, к примеру, возьмем четвертый пул, тогда у человека либо он с первого пула начал, дошел до четвертого, это тоже считается наличием четвертого пула, либо он сразу оплачил четыре пула. Этот человек уже может приехать к нам в студию и сделать видеоролик под ключ абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Можете посмотреть в расстоянии по вашим городам, то есть, к примеру, я смотрел среднее Санкт-Петербург-Москва, съемка одного видеоролика без написания текста, без дополнительного специального оборудования в виде суфлера, который помогает быстро все записывать, а не стоять «я забыл текст, мне надо его еще учить». В общем, у нас очень много различных... От чего зависит время, которое вы реагируете в студию или человека. И вот в среднем стоимость такого видеоролика составляет от 15 и выше тысяч рублей. Соответственно, человек, который начал четырехтысячных биткоина и дошел до четвертой площадки, все, у него уже пожизненный абонемент на запись одного видеоролика в месяц. Как только человек пришел на пятый пул, он уже может делать два видеоролика в месяц. Вот я сейчас такую ремарку внес для того, чтобы у вас было понимание, как именно функционирует данный комплекс услуг, который будет постоянно расширяться. «Ольга Искандарян, ты не возражаешь?» «Если мы расскажем твои секретики, так назовем их?» «Поздать семерочку либо восьмерочку, я расскажу». Возражает. Поставь минус, если возражает. С удовольствием. Огонь. Вот, ребят, смотрите. Я вот от всей души еще раз поздравляю Ольгу Искандарян с чем? У нее в структуре уже есть человек, очень боюсь ошибиться, если не изменять память, Владимир по фамилии Могильников. И у этого человека появился заказ от сетевика, который работает в совершенно другой компании, на запись видеоролика в нашей BigSub-студии. Соответственно, у нас во вторник уже, правильно, в этот вторник, который будет, будет происходить встреча, где мы, Владислав Могильников, да, я же правильно по-моему сказал, где у нас будет происходить встреча, где мы полностью разберем концепцию видеоролика, где мы посмотрим, каким образом будем запись делать, то есть это с нас текст, либо человек приедет с текстом. И, соответственно, человек, Владислав Могильников, при заключении договора уже получит комиссию в виде 10%. Наша максимальная комиссия это 20%. Я надеюсь, что мы уже на следующей неделе выгадим раскладку по количеству услуг. Скоро будет допустим. По количеству услуг. Поэтому давайте все вместе поздравим Ольгу Искандарян за то, что в ее структуре уже произошла такая классная новость. Первый проходец. Студия у нас находится в городе Санкт-Петербург на обводном канале. Если у вас появляются люди, которым интересно получать качественный видеоконтент, многие сейчас подумают, а что же у них нет своего качественного видеоконтента. Ребят, у нас все будет и в ближайшее время вы это увидите. Мы, знаете, как привыкли, степ-бай-степ. Сделали, погнали дальше. Сделали, погнали дальше. Вот поэтому еще раз поздравляю партнера Ольги Искандарян. И еще раз вам напоминаю, если у вас есть люди, которые хотят, во-первых, с нами лично познакомиться, которые хотят снять качественный видеоконтент, недорого, быстро и профессионально, пожалуйста, наша студия открыта. И пойдем дальше по списку. Это как раз то, что мы сказали. Комиссионное вознаграждение, которое получит, собственно, Владислав Могильников. Персональный лендинг-пейдж, благодаря которому вы можете собирать трафик, который будете на него гнать и получать оттуда заявки. Профессиональное онлайн-обучение, доступ к закрытым разделам обучения. То есть будет открытый раздел для каждого. И именно закрытые разделы для уже по-рандум расположенной. Персональный менеджер 24 на 7, который будет все время на связи с вами в помощи с любыми вопросами. Решать все ваши вопросы, связанные с компанией BigSup. Абсолютно все. Даже позвоните. Да, алло. Запиши меня на студию, вот у меня есть какой-то клиент в такое-то время и так далее. То есть любой вопрос, связанный с нашей компанией, это человек в любое, 24 часа, 7 дней в неделю, ваш человек, да. Можно его мучить по всем вопросам. Совместные клубные путешествия. То есть это те путешествия, которые мы будем организовывать на определенном этапе нашего развития. И как раз-таки у большинства будет домом, как не доступ, а возможность побывать на этих мероприятиях. И там, уже об этом будем рассказывать потом, то, что будет происходить там, как бы те же обучающие какие-то моменты, все это сможет испробовать, так скажем. И услуги профессионального юриста. То есть, я думаю, каждый из вас знает, что в нашем мире юрист это достаточно недешевая, так сказать, услуга. Если один раз обратиться, то стоимость еще более-менее. Если вам нужно на постоянку, да, или какое-то вести дело, то там сумма выходит достаточно высокая. И поэтому, так как это действительно востребованная такая история, повторюсь, мы решили внедрить ее в нашем премиум-клубе. Вот это то, что вот на данный момент мы вам озвучили. И большая часть из этих списков, она уже как бы готова. Ее необходимо подгрузить, доделать, чтобы люди смогли этим пользоваться. И важно понимать, что, например, человек, который находится на первом пуле, ну, естественно, он не сможет пользоваться видеостудией, он не сможет пользоваться услугами профессионального юриста, да, чтобы вы понимали, но он сможет приглашать клиентов и зарабатывать на этом. Вот, поэтому раскладка, она очень нужна. Я могу, кстати, может быть, сейчас, как-то, пройдемся по ней или выложим попозже. Да, давай вот, дарим людей вопрос накопились. Просто вот на следующей неделе железная она уже должна быть у нас в группе. Так, ну и, собственно, весь этот список, этот начальный список, конечно, будет очень-очень много интересных пишет, о которых мы вам не будем рассказывать. Мы уже говорили, почему. Да. Все поэтапно. А то, знаете, сейчас мы вам информацию выложим, заснуть не сможете. Ну и пройдемся по выгодам сотрудничества. Почему вообще было бы хорошо и выгодно сотрудничать именно с компанией BigSav? Конечно же, это получение высокой прибыли и развития перспективного дела. Заработок капитала для осуществления ваших целей, желаний и мечт, качественное обучение в компании, комьюнити высококлассных специалистов, с которыми вы можете взаимодействовать, посещение конференций как в России, так и за рубежом, об этом мы также будем поговорить чуть позже, развитие дела из любой точки мира. То есть это мобильная такая, скажем, система, которую вы можете зарабатывать, находясь где угодно, главное по-другой иметь телефон и интернет. И постоянная поддержка и полное сопровождение ведения этого бизнеса. И что вообще, да, необходимо для того, чтобы стать частью команды BigSav? Здесь необходимо всего три шага. Первое – это, собственно, выбрать пул, с которого вы хотите начать свое продвижение. Второе – это обратиться к человеку, который пригласил вас на данную презентацию для того, чтобы он помог вам зарегистрироваться в системе. Это мы сейчас, да, для новичков, так скажем. Ну и третье – это начать свой путь по достижению цели вместе со своей командой. Так сказать, станьте частью команды, определяющей пульс. Я бы даже сказал, что у нас одно большое комьюнити, одна большая команда, и неважно, кто именно ваш спонсор. Например, мы с Евгением всегда готовы ответить вам на любой вопрос, и я уверен, что каждый человек в нашей команде, он таких же жизненных принципов и такие же цели преследует, и каждый у нас будет друг другу помогать. Это самое важное, чтобы каждый друг друга дополнял. Вот, ребят, перед тем, как перейти к, скажем так, разделу вопрос-ответ, мне было бы и Евгению было бы интересно послушать, насколько вы оцениваете ту информацию, которую сейчас мы вам озвучили от одного до десяти. Если будут индивидуумы, которые скажут единичку, то давайте развернутое ваше мнение, будем разбираться. Смотрите, ребята, ну давай вопросов, смотрите. Да нет, я думаю, сначала мы расскажем об этом сразу, чтобы, если что, просто отпадим. Да, смотрите, сейчас я вам хочу еще назвать планируемый состав, список задач, которые уже будут опубликованы в ближайшем ревизе. То есть, мы вас прям, знаете, как своих партнеров, мы вас ставим в курс дела и говорим даже самые мелкие мелочи. Да. В водяную воду сейчас сказал, но ладно. Соответственно, первое, это, я думаю, вы все заметили, что сегодняшнее письмо пришло красивое, такое, нарядное, но технические письма, они приходят пока такие. Суховатые. Такие, да, как бы, ну, вы поняли, о чем я говорю. Соответственно, сейчас я вам просто назову весь раздел, который у нас будет добавляться в ближайшем ревизе. Итак, первое, это дизайн и верстка писем, для того, чтобы каждое техническое письмо, как и должно было выглядеть, выглядело красиво, интуитивно, понятно, красочно. Следующее, второй этап, это улучшение работы технической поддержки, то есть добавление агентов первого, второго, третьего уровня, для того, чтобы время ожидания было еще быстрее. Я думаю, что среди вас уже есть люди, которые обращались в нашу техническую поддержку и по соотношению времени ожидания, но вот мне интересно, кто из вас обращался в техническую поддержку и к кому техническая поддержка помогла разобраться? Да, кстати, обратная связь не помешает нам по этому поводу. И вот сейчас как раз таки еще один из этапов, это улучшение работы технической поддержки, то есть добавление нескольких уровней еще поддержки. Следующий, третий пункт, это улучшение формы технической поддержки, для того, чтобы было еще проще, информативно, интуитивно понятней, как связаться. Следующий момент, это улучшение отправки кода для подтверждения. То есть, знаете, такая реализация функции отправить код подтверждения еще раз, потому что вот мы увидели, что есть пользователи, которые зарегистрировались по какой-то причине, им не пришел код, им приходится еще раз перерегистрироваться. Для того, чтобы этого не было, будет реализована функция повторно отправить код. Следующая функция, это реализация страницы моей рефералов с подробной информацией о партнерах. И как бы это будет не просто список, Ольга, Ирина и все, и пошел список, немножечко, может быть, скажешь. То есть, почему на данный момент нету этого сервиса, потому что это не просто городовский список, как я его назову, а именно детальная информация о каждом вашем партнере. Это его контакты, его статус, то есть, это просто реферал или это активировавшийся партнер, есть ли у него баланс или нет, ну, конечно же, сколько там, какой и баланс у него не будет, но имейте в виду, что как бы у него есть баланс, и он как бы ждет, может быть, помощи или еще что-то. То есть, контакты. И также можно будет присвоить ему статус, да, то есть, если вы, например, созвонились. Да, там, в работе, например. Да, то есть, вы созвонились с ним, поговорили, он сказал, что я пока там в раздумьях, и вы присвоили ему статус, там, думает или в работе и тому подобное. То есть, будет так, и все это нужно визуализировать, то есть, чтобы это было достаточно удобно, понятно. Поэтому на данный момент этого нет, и все это будет реализовано, мы каждый день работаем над улучшениями. Поэтому... А на сколько линий вниз, то есть, это будет только ваша первая линия, то есть, вы не сможете переходить и смотреть, что у вас есть. Это именно список, смотрите, это именно список ваших рефералов, то есть, те, кто зарегистрировался по вашей ссылке, это не структура, которая, да, где у вас вступили в пулы, а именно список рефералов. Вы зашли, например, как это может быть, человек заказал рекламу, гонит трафик на свою реферальную ссылку, у него там люди зарегистрировались, он зашел и посмотрел, так, значит, за сегодня, да, там, столько этой регистраций, пошел и начал обзванивать всех своих потенциальных партнеров. Вот так вот это выглядит, и это будет реализовано в первом пакете обновлений. Мы очень, конечно же, да, извиняемся за то, что в данный момент этого нет, потому что я чувствую, что и вижу некоторым людям неудобно, что нет этого списка, но как бы это не... Я всегда придерживаюсь по своей такой жизненной политики, принципам, делай, что делай хорошо, качественно, чтобы это уже хорошо работало, и не надо было тысячу раз к этому возвращаться, переделывать, отключать сайты, вы понимаете, о чем я говорю. Вопрос я ваш записал, Любовь, сейчас я обязательно его прокомментирую, чуть позже, сейчас буквально еще несколько пунктов дочитаю. Следующий момент – это улучшение истории выплат, для того, чтобы у вас было понятно, с какого пула пришла выплата, потому что многие партнеры сидят, вот эти цифры смотрят, и такие, так, это, с какого пула пришло, когда, что, то есть, ну, это будет сразу интуитивно понятно, пул такой-то, это тоже очень важно. Следующая – реализация, отображение количества реинвестов в вашем пуле, то есть, к примеру, уже я знаю, есть люди, которые закрыли первый, второй пул несколько раз, и в данный момент вы не видите, сколько раз вы закрыли, и вы не можете, как бы, ну, отследить, что уже было там в этих пулах, соответственно, это следующий момент, который также вот будет добавлен – реализация, отображение количества реинвестов. Так, это, я думаю, не надо говорить, это наша внутренняя программа. Улучшение функционала и добавление по изменению фотографий, то есть, там будет более расшаренный функционал, вот, сами своими глазами видите. Ну, да, это достаточно такая простая вообще… Также улучшение системных уведомлений, то есть, ну, у вас будут приходить уведомляшки всякие, это тоже вам важный момент, и улучшение страницы пулов и карточек пулов, то есть, будет более расширенный функционал, для того, чтобы… Больше информации, да, уже будет черпать. Легче работать, вот, соответственно, это я вам назвал такой первый пак наших ближайших обновлений, которые будут добавлены в кабинете. И вот мне просто хочется от вас услышать, вот, было бы вам приятно и интересно, чтобы мы вам вот при наших встречах рассказывали, ну, в таком формате, что мы делаем. Что сделано, что мы делаем. До мелочей, просто, до мелочей вам будем рассказывать. Если вас это, ну, вас это интересует и вам интересно это слышать, мы будем продолжать. Если вы скажете, хватит балаболить, извиняюсь за выражение, делайте, потом покажите, вот, не стесняйтесь, мы как бы люди адекватные, взрослые, неопитчивые. Вот. Конструктивную критику воспринимаем. Так, это, что касается обновления по функционалу. Так. Пока что это такие, знаете, технические моменты, естественно, ну, может быть, значит, это вроде как, да, хорошо знать, но не особо интересно. В дальнейшем уже будут более такие детальные, как бы, добавления, которые будут действительно интересно послушать заранее. Так, ребята, сейчас давайте переходить к разделу вопрос-ответ и сейчас я вот себе успел пометить несколько вопросов, которые не хочу оставить без внимания, вообще ни одного вопроса не хочу оставить без внимания, поэтому если забыл ответить на какой-то, сразу мне, нам пишите с Евгением. Первый. Вот писал Виктор Веселов. Майнинг в кабинете будет отображаться или нужно будет переходить на сайт Acron Open Network? Соответственно, у нас сразу я два вопроса объединю в один. Еще писали по поводу того, что это будет нода BigSup или какая-то другая, да, это будет отдельная нода BigSup, в которой будут действовать как раз-таки вот эти вот уникальные, скажем так, расширенные возможности в виде пятиуровневой реферальной майнинг-программы. Соответственно, Виктор, отвечаю, у вас внутри кабинета BigSup будет баланс, будет счетчик, вы будете видеть, как накапливаются ваши монеты, как накапливаются проценты от того, что наманили ваши партнеры. Поэтому все будет визуализировано внутри кабинета. Но очень важный момент. Вам в любом случае необходимо будет создать кошелек внутри Acron Open Network. У многих людей он уже создан для того, чтобы вот эти вот все наманенные средства переводить на ваш персональный кошелек. То есть, я думаю, что это понятно, это все очень просто. Но все, все авиализации, все структурные привязки, они все будут прямо внутри кабинета, естественно. То есть, по факту это удобно. О, всем привет. Отлично. Кнопка перевода. Кнопка перевода. Действительно, мы прекрасно понимаем, что переводы внутри системы, они должны быть и они у нас будут. Будут они у нас внутри без комиссий. То есть, вы сможете отправить биткоин своему партнеру без потери по комиссии. И я думаю, что это одно из таких классных тоже преимуществ. Опять не слышно. Слышно. Все отлично. Вот, соответственно, переводы будут без комиссий. Рекламных материалов будет очень много. Они будут постоянно добавляться. Это и там визитки, и баннеры, и картинки, и видеоролики различные. Поэтому будет целая большая флаг с рекламными материалами. Так, Максим, хотел спросить, когда закрытие происходит третьего пула? Идет пассив? Он идет только с третьего пула или со всех трех? То есть, с первого, второго, третьего или только с третьего? Да. Максим, отчисление в постмайнинг 10% идет только после... Начиная с третьего. Да, начиная по закрытию третьего пула. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый пул, когда вы эти пулы закрываете, либо реинвестом закрываете, у вас отчисляется 10%. Первые два пула идут без начислений в постмайнинг. Да. Так, какие еще вопросы? Ну вот у меня из того, что я успел записать все по новостям, статистике все эти моменты рассказали. Так, была еще одна... Так, где-то тут даже было... Курсовом это уже обсудили. Нет. Так, что-то был какой-то вопрос, я помню. Нет, это мы ответили. Это ответили, это ответили. Ну да. Ребят, если кому-то не ответили, давайте задавайте. Мы всем в вашем распоряжении. Раздел вопросы. Так, смотрим. Значит, будет ли видно партнера в личном кабинете до активации пула? Хотелось бы видеть его данные. Конечно. Человек зарегистрировался, он уже у вас. Запомнил данные, вы все видите. То есть, контакт с вашим партнером мы хотим реализовать, чтобы было максимально полезно. Ну, то есть, чтобы вы могли связываться с каждым партнером, конечно же, если он будет указывать все эти социальные сети, контакты. Будет ли еще возможность для дополнительной безопасности аккаунта? Например, двухфакторная нотификация. Она в любом случае будет, потому что наша, одна из наших, скажем так, болевых точек, про которые мы с вами обсуждали в предыдущий раз, это безопасность. Ну и, как мы можем говорить, что наша система безопасна без дополнительных мер, активной и пассивной безопасности. То есть, на данный момент идет полуавтоматический вывод, именно потому что идет реализация всех факторов безопасности. И пока все это не будет сделано, мы не выйдем на автоматический. Поэтому есть некоторые задержки. Я бы не сказал, что это задержки. Что-то очень быстро все делается в рамках создания вот всей вот этой инфраструктуры, системы. Ну, это да. Так, да, будут промо-материалы. Да. А регистрация компании будет? Обязательно. Конечно же. В разделе контакта все это будет. Знаете, я вот почему удивлен? Вообще, почему не было такого вопроса? Да, кстати, вообще не было. Почему не было вопроса, типа, почему у вас нету соглашения, когда я регистрируюсь на сайт? Я просто помню, в чате писали, а сейчас никто не спросил. Ну, ладно, не будем отвечать тогда. Так. Будет презентация на английском языке? Конечно. Будет много языков. Даже будет, я надеюсь, отвечать уже. Давай отвечай. Так, я спрашиваю, Максим. Максим, да, вот вроде бы он в чате и спрашивал как раз. Возможно, да. Про север, про мочи? Про ту аду, про север. Все это будет, конечно же, реализовано. Обязательно. Да, будет добавлено соглашение, документация, регистрация компании. Все это в процессе сейчас. То есть, обязательно все это будет, об этом мы не забываем. Если мы говорим, что все будет на качественном уровне, значит, это самые обязательные моменты. Так, нужны обучающие материалы на английском. Субтитры, презентации, слайды. А вот ты, я сейчас даже скажу, сейчас ты по отвечающей, я сейчас найду. Так, давайте, ребятки, еще вопросы. У кого какие остались? 65 человек у нас. Так, давайте крутим. Может быть, тут потерялось что-нибудь. Так, вот, короткие ролики. Да, короткие ролики будут, конечно же. То есть, это все в процессе будет. Короткие ролики по маркетингу будут, короткие ролики конкретно по особенностям компании. То есть, все это обязательно будет, ребят. Потому что, смотрите, в данный момент мы идем по такому пути. Сейчас мы хотим реализовать все технические моменты, чтобы все было четко, работало изнутри. И в дальнейшем уже работа над промо-материалами и всем остальным. То есть, смотрите, когда мы все это реализовывали, у нас была такая мысль, что мы дадим сейчас людям возможность уже создавать команды. И все это будет реализовано на таком сжатом функционале. Мы подумали, что и провели, так сказать, опрос. И многие люди согласились на то, что да, сделайте минимальный функционал. Мы будем уже работать, создавать команды. Есть концепция, мы будем ее понимать и будем двигаться. И по ходу движения вы будете реализовывать все остальные функции. То есть, мы так и решили сделать. Мы сделали минимальный функционал, вступили в работу и начинаем добавлять. И, соответственно, первые моменты, которые необходимо делать, это технические моменты. Соответственно, мы над ними сейчас и работаем. Вот, как раз-таки сейчас я нашел по рекламным материалам. Смотрите, по поводу перевода. Соответственно, это английский, это немецкий, испанский, французский, китайский и арабский. Языки, презентация, все, что находится на сайте. Ну и, соответственно, в дальнейшем рекламные все видеоролики и промо-материалы. Это все будет сверстано на этих языках для упрощения работы нашими партнерами. Поэтому все будет для всех. То есть, в принципе, эти языки, они... Ну вот, мы посчитали, что вот это прям такой базовый набор тех языков, которые чаще всего встречаются на рынке. Вот, поэтому... То есть, английский, арабский и китайский, это уже такие прям достаточно... Так, значит, ну, по языкам ответили. На главном сайте кнопка создать или открыть кошелек. Так, так, по крону Open Network и в сайте номер на и по какой-то... Ну, прям на сайт по прямой... Зажимаете, нажимаете валют или... Создаете кошелек себе и все. Так, круто, супер. Вот это круто будет. Да, отлично. Спасибо за обратную связь. Так, давайте еще вопросы есть. А, вот... Вот, и если кто-то из партнеров начнет открывать офисы в своих городах, вы будете помогать на начальное открытие офиса и по продолжению? И очень, на самом деле, хороший вопрос, потому что мы с командой об этом думали. Смотрите, в данный момент, пока у нас нету именно регистрации и контактов, да, вот о чем уже говорили, никакого открытия офиса под брендом BigSup и быть не может среди наших партнеров. В дальнейшем, когда мы увидим, что партнер реально развивается, у него есть структура, у него есть команда, мы должны будем понять, как контролировать этого партнера, потому что, представляете, как будет неправильно, если мы помогаем человеку открывать офис под логотипом BigSup, а он в этом офисе начинает рекламировать что-то непонятное, и мы должны понять, как выстроить систему вот этого брендирования, дубликации и понимания того, что человек не будет чем-то другим там заниматься, потому что если человек, например, там будет... Чтобы мы понимали, что... Какие-то хайпы, непонятные пирамиды, да... Подразил как боль. Ну да, до смешного алкоголя, и кто виноват, виноват BigSup, поэтому все в индивидуальном порядке будет обсуждаться. Ну, это будет, естественно, это будет в любом случае обсуждаться, потому что, конечно же, мы хотим... Без масштабирования быть не может. Та же самая, например, франшиза по видеостудии, по нашей фотостудии. Считайте, что это тоже офис, это же тоже офис. Просто вот все эти моменты необходимо будет регулировать и индивидуально с каждым партнером обсуждать. То есть, вы, например, находитесь, я не знаю, в Челябинске, к примеру, и вы понимаете, что у вас есть спрос на те услуги, которые мы предоставляем. Мы с вами связываемся, обсуждаем все моменты, уточняем, понимаем, готовы ли мы выходить с вами на уровень того, чтобы открывать офис, например, в вашем городе. Мы открываем этот офис, и ваш город сможет спокойно приходить, записывать ролики, и вы получаете прибыль. Ну, то есть, к чему мы это говорим? То есть, если, к примеру, человек зашел на первый пул, ну, как бы вообще себя не проявил как активный партнер, и, ну, как бы, нет, мы не будем помогать. Да. То есть, только, ну, я думаю, вы сами должны это понимать. Поэтому, так, может быть, здесь добавлюсь. Будет на меня. Это все ответили. Вот, сайт, да, я скинул. Ребят, ну, я, что-то мы, ты самая, опять не управились или опять не управились. Ну, привыкайте, вот мы любим поболтать. Два часа, да. Это для нас еще так, цветочки. Ну, опять же, вроде бы, я немного сжал даже некоторые моменты. Да, опять же, повторяю, что чисто конкретно по маркетингу, по цифрам у нас будут спикеры, которые будут проводить презентации. Ребят, ну, давайте еще отрезюмируем всю информацию, которую вы от нас услышали. Напишите словами. Может быть, у вас есть какие-то предложения, или, ну, просто выразите ваши эмоции по поводу тех возможностей, которые открывают перед нами все компании BigSag. Действительно, это было бы очень мотивирующе для всей нашей команды, которая, я думаю, тоже смотрит в записи. Спасибо за BigSag. Ребята, огромное вам спасибо, что уделили время, что пришли на нашу презентацию. Два часа не таких. А самая-самая большая радость для нас – это видеть то, как вы получаете и выводите свои биткоины на биткоины. Это, конечно, самое-самое. Но очень многие люди почему-то стесняются показывать свои выплаты, почему-то они стесняются делать публикации в социальных сетях и рассказывать о тех возможностях, которые открывает компания BigSag. Поэтому не надо бояться. Расскажите всему миру и покажите свои хотя бы результаты, потому что у нас огромное количество людей, которые выводят деньги, но такие, втихаря выводят. Да, 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 и не рассказывают даже ничего. Вот, все, спасибо, ребята, что провели вместе с нами эти два часа. До встречи, так сказать. Будем с вами встречаться каждые, думаю, две недели. Именно от нас каждые две недели, а именно по спикерам это будет несколько раз в неделю. Кстати, давай зададим вопрос, чтобы мы… У нас была такая дискуссия по поводу количества вебинаров в месяц по самой компании, по маркетингу. Напишите, пожалуйста, количество вебинаров в месяц, которые вы хотели бы видеть от нашей компании, чтобы мы понимали. У нас уже… Два-три в неделю. Так, три в неделю. Три раза в неделю. Три раза. Ну, два-три раза в неделю. Два-три раза в неделю. Ну, вот, да. Два-три раза. Ну, хорошо, тогда, в принципе, так мы и поступим. Где-то два-три раза в неделю мы будем проводить вебинары, потому что тут уже появляются хакеры. А, почему? Вот, здесь кажется, да. Ладно. Три раза в неделю. Ну, отлично. В принципе, так мы как раз и рассчитывали. Ольга, я не совсем понял вопрос про хакеров. Вот, вы, смотрите, для того, чтобы вы вообще не переживали по поводу какие-то хакеры или крекеры вас будут взламывать, вы как только заработали деньги, вы сразу их переведите, например, на аппаратный холодный кошелек. На свой, на тот же трезер, либо на компьютер установите Bitcoin Core. Это самые такие, ну, правильные решения, потому что Bitcoin может быть виртуальный, а может быть физический. И пока ваш Bitcoin находится на каких-то ресурсах онлайн, по сути, по факту, давайте говорить прямо, это не ваш Bitcoin, это виртуальный Bitcoin, принадлежащий ресурсу, сервису. А вот когда вы уже вывели этот Bitcoin на холодный кошелек, вот тогда это ваш физический Bitcoin. Да. То есть, смотрите, просто, как можно поступать? Вы получили выплату, вывели ее к себе на кошелек, на холодный, да, потому что вы должны также понимать, вы держите в системе, вроде бы перевели на онлайн кошелек, да, другого сервиса, и по факту ничего не изменилось. То есть, там вы также держите и риск такой же, то есть, этот кошелек, на который вы пили, могут взломать точно так же, как и... Самая большая, скажем так, дыра безопасности в любой системе, там, и банковской, и, там, криптовалютной структуре, это сам человек. Вот это единственная дыра безопасности, к сожалению. То есть, блокчейн не является холодным кошелеком. Ну, смотрите, у блокчейна есть два момента, что он есть, как и онлайн кошелек, он может быть и холодным кошельком, понимаете? То есть, это хорошее решение. Да, то есть, Trezor, это вот, как вы на Trezor можете держать спокойно, когда у вас, они на компьютере, понимаете? Не то, что на компьютере, она на сервисе. Ты не можешь быть уверен, что доступ к ключам приватности нет. Какой же кошелек можете, ну, да, Оля сказала. Я вот советую, это Trezor и Bitcoin Core. На основе Bitcoin Core вообще многие очень ресурсы выпускаются, которыми многие пользуются. Знаете, Bitcoin Core это некий, как эфир для токена, условно говоря, назовем. Вот, поэтому, если места на компьютере хватает, вот, то Bitcoin Core. Вот, смотри, вопрос, в App Store есть, то есть, как раз-таки, смотрите, Максим, эти, когда вы качаете приложение, это онлайн-сервис, который, на котором вы держите, и приложение сломать еще проще, нежели в веб-ресурс. Поэтому тут, видите, то есть, безопасность еще меньше. У нас будет целый модуль, посвященный безопасности, потому что, ну, действительно, у нас... В общем, мы поняли такой момент, что нам необходим вебинар по криптовалютам и, собственно, по безопасности хранения этой криптовалюты. И вообще, да. Вообще, не только своих данных в том числе. Да, поэтому все это будет. Так, можно все... А вы можете Bitcoin Core просто написать? Ну, давай, сейчас я даже... Сейчас я название скину. Вот, это название кошелька, который скачивает за себе на компьютер и вот только скинуло на прям магазин, мы не занимаемся рекламой. Вот, но у меня у самого есть аппаратный кошелек Trezor, пользуюсь, нравится. Ну и всем советую. Да. Ну, очень просто. Я вот начинаю думать, мне хочется очень много говорить, начинаю. Да, ладно, все, ребята, спасибо большое за проведенное с нами время. Очень было приятно провести его также с вами, рассказать вам все эти новости, все... Сам маркетинг, все о компании. Поэтому все, до скорой встречи. Рады будем вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова